Всем привет! Очередной совет начинающим и не только начинающим геймдизайнерам. Сделайте хорошую битву с боссом. Что же делает битву с боссом хорошей? Ну, сейчас я перечислю основные моменты этой хорошей битвы. Битва должна быть сложной. Я думаю, нашлось бы очень мало игроков, которым бы понравилась битва с боссом, которого можно было бы победить так же, как и других врагов. А большинство игроков после этой победы задались бы вопросом, а что это было? Собственно говоря, что это за битва такая? Второй момент. Будьте честны. Игроки не очень хорошо реагируют, когда замечают, что игра, а точнее вы, как разработчик, пытаетесь обмануть их, чтобы достичь сложности. Сделайте поведение вашего босса сложным, но в то же время несколько предсказуемым. Если приложить достаточной практике терпения и наблюдательности, то тогда, конечно же, можно определить предсказуемость босса и попробовать его убить. Дальше. Избегайте ложных трудностей. Простой способ усложнить битву с боссом, это дать ему много здоровья. В то же время, босс должен быть устойчивым к атакам игрока. Но это не должно быть главным фактором сложности. Если это так, то битва становится однообразной и скучной. Следующий момент. Попробуйте напугать игрока. В серии игр Dark Souls это сделано хорошо. В их боях с боссами всегда уделяется первоочередное внимание новым способам запугать игроков. Этого можно достичь с помощью эпической музыки, размера босса или чего-то еще, что может помочь создать ощущение опасности. Следующий момент. Проверьте навыки игрока. Бой с боссом можно рассматривать как экзамен, проверяющий знания игроком всех игровых механик, представленных в игре до этого боя. Сделайте так, чтобы босс заставил игрока использовать все навыки, доступные на данный момент. Следующий момент. Постарайтесь сделать битву частью истории. Сделайте так, чтобы битва с боссом хорошо вписывалась в сюжет вашей игры. Игрок должен знать, почему он сражается с боссом. Сделайте это личным. В конце концов, победа будет не такой приятной, если встреча с боссом была совершенно случайной и неожиданной. Например, в Last of Us, в битве Элли с Дэвидом, предшествует множество сюжетных элементов, которые делают бой поистине эмоциональны. Вы ничего не можете поделать, но хотите причинить Дэвиду как можно больше боли. Все было бы по-другому, если бы Дэвид не появился в игре до самой сцены боя. Ну а на сегодня все. Обязательно подписываемся на Ютубе, Яндекс.Дзене, Рутубе. Ставим лайки. Это помогает в продвижении видео. А это, соответственно, помогает в развитии канала. А это, соответственно, дает стимул создавать дальше ролики, улучшать их качество и улучшать разнообразие тем. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.